здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзоген пришел следующий вопрос это ирины расскажите пожалуйста что такое крестный ход в чем его смысл если какой-то праздник у нас есть крестный ход и круг храма я иду на больше стадного инстинкта все идут я иду можно не идти интересный ход это свидетельство нашей веры возникли они еще далеком четвертом веке если не ошибаюсь когда уже церковь вышла из катакомбы когда 313 году стала религией разрешенной негонимой и подобные ходы вокруг храмов и вокруг районов или городов стали одним из свидетельств о том что есть такая вера вот наше духовенство вот наши прихожане вот наши иконы вот наши символы веры так мы молимся такие книги читаем прославляем бога и святых его вот наша вера не то в чем у нас обвиняете что мы-то младенцев съедаем кровь пьем и всячески всячески заговору против государства организовываем то есть мы не секта какая-то тайны как считали римляне не только римляне в течение первых двух веков даже трех существования христианства есть знаменитая переписка императора трояна с приняем младшим где подробно описаны все претензии рима к но у появившейся секте иудейской как рассматривали христианство первое столетие так что крестный ход это всегда праздник это всегда радость и торжество миссии и победа христианство над язычеством над дьяволом надо ересями это здорово то радостно ты идешь поешь свидетельствуешь миру о своей вере тебя сюда водичка хорошенько кропятами даже и обливают батюшка берет из ведра остатки 100 воды и как польет на всех и такой ух а детки как любят действительно это радостное событие стоит же на литургии вроде бы тоже радость воскресенье малая пасха но что-то как-то не сильно радуешься хотя должен пока то не сильно получается вот вышел после литургии на крестный ход все улыбаются все довольны размялась наконец там же солнышко весеннее перегревает теплыми лучами после пасхи всегда уже становится теплее и радостно и здорово вот это свидетельство веры для окружающих и это духовный духовная радость и духовный отдых и для всех участвующих в этом крестном ходе они хочешь идти да не иди посиди на лавочке с мурным выражением лица можете батюшка крапит уж полегчает так мужчина мужчина не мочите мне косметику и такое бывает очень ходить на крестные ходы не здорово кстати есть еще крестные ходы от допустим точки а в точку б из города воронеж в город допустим владивосток великокорецкий есть крестный ход таких ходов множество или ведут с палатками с палками с едой для нас немножко другая форма крестного хода по по сути она уже имеет некоторый вид подвига паломничество такого которое совершались нашими дедами прадедами всегда это мы сейчас сели на электричку поехали на автобус на самолет полтора часа а ты уже в каком-нибудь святом месте раньше годами люди готовились годами шли паломничали святое место могли не дойти могли умереть по дороге вот и принять паломника считалось великой честью много мог тебе рассказать это ты сейчас прочитал какой-нибудь телеграм-канал и за сутки узнал больше чем твой прапрапрадед узнавал за всю свою жизнь это было такое настоящим приключением и передачи духовного опыта был на святой земле сколько видел расскажи этот человек уже мог несколько лет рассказывать о том как господь посетил его как ему получилось приложиться к святыням иерусалима поэтому на сегодняшний день вот такие крестные ходы это наверно в единственный оставшиеся для мирян духовный подвиг что мы с вами постимся плохо молимся плохо а вот пройтись несколько дней из из почаево не знаю из киевов почаев и наоборот это уже не просто и человеку нужен только подвиг знаете в греции когда просят тебя помолиться не просто перекрестились и сказали по меня господи работаю надежду делаются на земной поклон помолиться сюда сделать земной поклон мы практически своей жизни телесной изъяли религиозность молимся сидя или полулежа в метро в машине через пень-колоду земных поклонов не делаем такого подвига нету ну зачем они вообще нужны главному лучше сидя думать о боке чем стоя ногах да верно но вся аскетическая история православия говорит о том что фраза апостола павла в телах прославляйте господа подразумевала в некоторое телесное усердие при молитве если ты идешь но не молишься время крестного хода это не совсем молитва если ты молишься просто но никакого труда при этом не совершаешь молитва но все равно ты можешь больше ты можешь лучше человек это существо состоящее из тела и души и так или иначе участие тела в молитве качественно влияет на саму молитву на внимание на соединение ума и сердца в этом делании пусть господа поможет внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео то есть и